Привет, я Виктория Сокур. Покажу в этом видео разнообразные варианты движения рук в фигуре бетафога Тани-самбо. Первый вариант рук это одна рука вперед, вторая назад, одна рука вперед, вторая назад. На счет раз руки скрещиваются на уровне грудной клетки, ладошки, большие пальцы поворачиваются вперед, мизинцы закручиваются, направляются к грудной клетке и руки скрещиваются в районе запястья на уровне грудной клетки. Дальше руки открываются локти и далее одна рука вперед, вторая назад. Опять движения рук начинаются с сбора локтей, дальше опускаются подмышки, руки в районе плечевого сустава скрещиваются перед грудью и далее руки открываются локоть, кисть. Руки закрываются локоть, плечевой сустав, далее руки открываются локоть и предплечье, затем вновь руки собираются в районе локтя, далее собираются в районе подмышки, далее руки открываются в подмышке и далее руки открываются в предплечье. Раз и два. Три и четыре. Второй вариант. Одна рука направляется наверх, вторая рука направляется вперед. Движение руки такое же, как и в предыдущем движении. То есть сначала руки закрываются в локте, потом подмышка, открываются руки с расширения подмышки и далее руки направляются в выпрямление локтевого сустава. Получается работает рука локоть подмышка, локоть подмышка, локоть подмышка, подмышка, локоть. А что я сказала в первый раз? Руки закрываются сначала в локте, затем в плечевом суставе и открывается плечевой сустав, затем локтевой сустав. На счет раз руки скрещиваются на уровне грудной клетки. Движение словно подхватывающее, то есть руки движутся снизу наверх кистями, далее руки направляются в сторону, направляются в сторону именно локти, вместе с шагом в сторону. Далее открывается рука в районе локтя и переносится без тела на правую ногу. И получается, собираются локти, руки перед грудью на счет раз, начинается движение с локтя, заканчивается плечом, далее шаг в сторону, локти открываются одновременно и переносится без тела на левую ногу и открываются предплечья. Раз и два. Раз и два. Третий вариант. Левая рука на пояс, правая рука начинает двигаться вместе с ногой, происходит движение также снизу наверх, далее рука находится возле щеки на счет раз, указательный и большой палец направлен вперед, после этого начинает двигаться локоть и пальцы движутся перед глазами и фиксируется рука за головой. У нас следующий шаг. Рука левая направляется вперед, после этого поднимается локоть, поворачивается кисть ладошкой вперед, далее происходит шаг в сторону и на два локоть заводится за голову, вперед, ладошка раскрылась и ушел локоть назад. С шагом раз, рука движется к щеке, далее на и рука открывается в сторону вместе с шагом в сторону и на два рука открывается назад, с переносом вверх, на левую ногу. Раз и два. Раз и два. Четвертый вариант. Движение по бедрам, поднимаются наверх и фиксация на талии, выводится левый локоть вперед. Движение вниз по бедрам и фиксация на талии. Бедра наверх, фиксация, фиксация локтей. Следующее движение на бедра, на тазобедренные суставы, вперед, далее руки поднимаются и далее закрепляются на талии. Когда руки закрепляются на талии, пальцы вместе, запястье находится под мышкой. Раз и два. Три и четыре. А теперь про подтексты и смыслы, которые руки несут в танце самбо. Руки всегда выражают эмоции, чувства. Это всегда то, что есть в проявлении социум, это творчество. И это также возможность что-то брать себе полезное с помощью рук. Первое движение, я туда вкладываю смысл привлечения внимания. То есть я своим движением говорю, посмотри на меня. Следующее движение, я говорю о том, что я заметно становлюсь и таким образом говорю, я есть. Следующее движение, это движение, в котором я немножко включаю такую агрессию, сексуальность. И оно для меня схоже с движением рук животного, которые раскрывают свои когтики. Ну и такая некая игра включается, опасная игра. Следующее движение, движение через низ наверх. Я говорю, посмотрите на мои бедра, и они у меня есть. И таким образом проявляю некую свою тоже женственность. И обращаю внимание на волнистые формы в теле. На этом видео завершено. Если вам понравилось видео, напишите про это в комментарии. Хотите видеть что-то подобное, пишите. Мне очень будет приятно. Если вы хотите поддержать канал, загляните в инфобокс и становитесь спонсором канала. Благодарю за просмотр и до новых встреч, новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok